Сила человека не зависит не только от его образованности. Допустим, мы думаем, если я получу очень высокое образование, я, допустим, получил образование быть директором завода, значит ли это, что меня возьмут директором завода или нет? Нет. Что нужно? Сила нужна, так? Если у человека нет силы управлять коллективом, он не может быть директором завода. Так? Если сейчас сюда зайдёт какой-то влиятельный человек, будет сразу умно, от него исходит сила. Скажут, что здесь происходит, и как раз замрут. Страшно станет. Означает сила, сила власти — это сила. Откуда она берётся? Из благочестия человека. Благочестия. Означает, накапливаются поступки хорошие из прошлой жизни. Накапливаются, накапливаются. Человек становится могущественным. Ему ещё какие-то курсы образования пройти для управления, и он уже готов, нет проблем. Образование — это уже вторичное. Сначала нужна сила. Сила берётся из правильно построенной жизни. Поэтому правильное построение жизни является главным для нас. Правильное построение жизни идёт из Священных Писаний. Допустим, в православии есть «Домострой» такая книга. Очень хорошая книга. Очень мудро, там много даётся знаний, как строить семью. Когда человек пользуется Знаниями возвышенными, жизнь становится очень мощной. Мощной также может быть жизни у тех, кто не пользуется этими Знаниями. Но это с прошлых накоплений, с прошлых жизней. Вот человек может родиться уже влиятельным. Помните? Может быть, не все помнят. Но кто-то ещё помнит, кто ещё жив остался. Вот так пример такой пришёл. Муслим Магомаев. Первая рок-звезда Советского Союза. Просто звезда. Звезда, звезда, сцены. У неё всё было. Ах, это свадьба, свадьба пела! Такой, ну то есть, столько темперамента, столько силы. Так держится человек. Так обладает красотой. То есть, он когда молодой пел, вообще просто... Он был очень красивый человек, очень красивый. И все были без ума от него. Почему? Потому что он получил это уже с прошлой жизни. Он уже родился таким. Это невозможно воспитать в себе. Это надо уже получить как дар. Так? В основном люди достигают высокого положения в обществе, имеют от дар уже силу с прошлой жизни. Но правильное поведение рождает больше возможностей гораздо в этой жизни. Больше возможностей. И правильное поведение в семье означает жить не для того, чтобы квартиру купить хорошую в Москве. Мои хорошие, зачем вам нужна хорошая квартира в городе, в котором невозможно жить? Ну, зачем? Это просто безумие. Безумие, в которое мы попали. Думаю, что здесь больше денег. Эти деньги все тратятся просто сами на себя, дорогой город, глупый. Я переехал в деревню, сейчас живу в деревне, больше счастья, в тысячу раз, чем я здесь жил. В тысячу раз. Ну, это так просто, для примера. Продолжение следует...